Премьер-министр Армении В Москве в шоке, уже даже не знают, как реагировать на подобные заявления. В российском МИДе отметили, что слова Пашиняна об угрозе суверенитету со стороны ОДКБ противоречат здравому смыслу. В Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с Пашиняном. От ОДКБ не исходит никакой опасности для Армении. Но Пашинян каждый раз ужесточает заявление в адрес ОДКБ, видимо, готовя почву к выходу из организации. В авиации есть фраза «точка невозврата». Если мы еще не прошли эту точку, то есть большая вероятность того, что в случае продолжения данной ситуации мы перейдем данную точку невозврата. Ни у кого не будет легитимной причины или повода обвинить нас в этом. Пашинян хочет продолжать взаимодействие в рамках ЕАЭС, куда входят практически все страны, которые присутствуют и в ОДКБ. Кроме того, премьер Армении обещает не упустить шанс быть принятым и в Евросоюз. В принципе, я не могу и исключать, что если мы увидим более-менее реальную возможность стать полноправным членом Евросоюза, в том числе удерживая под контролем возможные угрозы, которые могут возникнуть на этом пути, мы не упустим этот момент. О каких же угрозах говорил Пашинян? Чтобы получить больше денег и оружия, нужен внешний враг, и под этим предлогом можно получить много привилегий. Но есть и обратная сторона медали – потеря суверенитета, когда ты становишься сателлитом и в будущем можешь заплатить за это большую цену. Быть форпостом, ну, как бы не совсем плохо, может быть, да, у вас там деньги, у вас оружие, и когда вы не воюете, у вас все хорошо, да, словно мы можем, собственно, сравнить ситуацию с ситуацией Украины накануне начала конфликта с Россией. Да, это были деньги, это было оружие, это были заверения. Потом пришлось заплатить страшную кровавую цену, но когда ты ее не платишь, никто не может, как бы, сказать, что, смотрите, как все ужасно. В случае с Арменией это, скорее всего, будет экономическая цена. У Баку есть рычаги давления на Ереван. Мне так кажется, что сейчас руководство Азербайджана считает военную методы воздействия наиболее адекватными сложившейся ситуацией. Сейчас Азербайджан может позволить себе давить экономически, дипломатически и политически. Запад хочет через Армению получить влияние на Южном Кавказе, но те, кто против экспансии в регион чужаков, тоже далеко не мальчики. Москва и Баку объединяют свои усилия для противостояния этим попыткам и давить будут на Армению. Россия и Азербайджан хотят поставить Армению в положение Цукцванга, когда ей некуда будет деваться, кроме как признавать территориальные реалии, идти на взаимодействие с другими странами региона на равных основаниях, как участник региона, да, как не самое важное, не самое сильное, но одна из стран региона. Если же Пашинян не пойдет на уступки и будет стоять на своем, то позиция может ужесточиться. Территории Азербайджана, Турции, Грузии, Ирана прекрасно позволяют построить транспортные маршруты и вообще что угодно в обход Армении, которая в этом случае вновь окажется в изоляции. Экономика показывает одно, показывает заинтересованность людей, компаний, бизнеса, взближения, укрепления связей. А почему-то политическая надстройка делает противоположное. Мы убеждены, что это не отвечает интересам армянского народа. Мы неизменно выступаем за полномасштабный двусторонний диалог, за сотрудничество, за возвращение, так сказать, от манипулятивной риторики к реальному полноценному взаимодействию. Но пока просвета не видно. На неделе служба национальной безопасности Армении раскрыла группу, планировавшую захват власти в стране. Как сообщает Следственный комитет, в ходе оперативных действий было проведено порядка 30 обысков. В результате допросов собраны доказательства того, что группа людей готовилась к силовому захвату власти в Армении. Наемников якобы обучали в России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова такие заявления назвала фейком. Стремление ряда армянских официальных лиц, ну, можно сказать, докрутить сообщение Следственного комитета Армении о предотвращении попытки госпереворота в расчете отыскать там некий российский след, абсурдный, ну, буквально не выдерживает, правда, никакой критики. На мой взгляд, это просто специально запущенный фейк. Мы неоднократно подчеркивали, что в отличие от Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Да, прискорбно, что некоторые круги в республике берут на вооружение заезженную тактику западников, которые, ну, видимо, уже вот десятилетие последнее точно, но и до этого прибегали к термину раскручивания русофобских настроений, поиска мнимой российской угрозы. Выше Пашинян говорил о точке невозврата по отношению к ОДКБ. Так вот, судя по реакции официальной Москвы, точка невозврата в российско-армянских отношениях пока не пройдена. Перезагрузка возможна. Но если Пашинян продолжит услужливо выполнять все западные установки, то Армению будет ждать холодный душ. Он может серьезно затормозить экономическое развитие страны, которое обещает Пашинян своим согражданам. Но возможно ли развитие без тесного экономического взаимодействия со своими соседями? На этот вопрос Пашиняну придется ответить в самое ближайшее время.